Сформировать новую систему международной безопасности призвал духовных лидеров планеты Касмжамарт Токаев. Астана в очередной раз стала центром притяжения ведущих представителей мировых и традиционных религий на из 23 стран. За круглым столом собрались представители конфессии, чьи последователи далеко не всегда могут найти общий язык. О чем удалось договориться, расскажет Ергали Рамазанула. 21 заседание секретариата открыл его председатель Маулена Шимбаев. Атмосфера в зале с первых секунд воцарилась серьезная. Еще бы ведь очередная встреча духовных лидеров проходит на фоне нарастающих разногласий и конфликтов по всему миру. Съезд проводится два десятилетия и за это время помог укрепить межрелигиозный мир и согласие, способствовал решению значимых мировых проблем. Так президент Токаев охарактеризовал казахстанскую инициативу собирать на своей территории лидеров мировых и традиционных религий, которая переросла в добрую традицию. Приветственное слово главы государства засчитал спикер Сената Маулена Шимбаев, добавив от себя, что успехов у съезда много. Однако в то время как представители разных религий и конфессий демонстрируют пример успешного диалога, политическая ситуация в мире прямо противоположная. Мы видим рост геополитического соперничества крупных держав и эрозию международной системы безопасности. К глубокому сожалению, пока не дают осязаемого результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение Палестино-Израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения. В этих условиях призываем к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путем. О текущем арабо-израильском конфликте высказались и духовные лидеры. Представитель главного ашкинастского раввина Израиля призвал коллег активнее продвигать идеи мира. Молчание было формой одобрения. Человечество не может позволить себе такую терпимость. Наша обязанность как духовных лидеров сохранять моральные достоинства и человечность. Мы не можем и не должны молча терпеть такую жестокость. Мы не должны молчать, когда совершается такое зло. Происходит убийство во имя Бога. Мирный и уважительный диалог духовных лидеров ясно продемонстрировал, что экстремизм и терроризм не имеют ничего общего с истинной сутью религии. Серьезной угрозой спикер Сената назвал распространение языка ненависти и вражды. Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями. Как было отмечено президентом Казахстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, такие непозволительные и варварские акции не имеют ничего общего со свободой слова. В этой связи президент Казахстана выступил с инициативой формирования нового глобального движения за мир в целях построения прочной системы международной безопасности. Роль лидеров мировых и традиционных религий в этом процессе является очень важной. Многие из собравшихся принимают участие в работе съезда и его секретариата уже не первый год подряд. Для них это возможность использовать казахстанскую площадку для продвижения идеи межконфессионального согласия. Представителям разных религий здесь, в столице Казахстана, предоставлена возможность встретиться для обмена мнениями о глобальных проблемах человечества и поиска их решений. Мы едины, у нас одна судьба. В ходе заседания участники утвердили концепцию развития съезда на ближайшие 10 лет. Ее подготовили по поручению Касымжумар Татукаева. Документ предполагает углубление сотрудничества съезда с институтами ООН и другими авторитетными международными структурами, расширение круга партнеров и географии деятельности форума.